Среди различных баз, цехов и фабрик на самой рабочей улице Одессы, промышленной расположился металлообрабатывающий завод Минобороны. Его, как пациента реанимации, недавно вернули к жизни. В тучные советские годы здесь трудились 2500 человек, а совсем недавно оставалось всего два. С 2014 года предприятие начало новый этап своей истории. Сменилось руководство, вернулись некоторые специалисты и теперь, кроме оборонки, завод работает по разным профилям. Металлоконструкции мы делаем перекрытие крыш, куполов для церквей, потом ограждения, заборы, детские площадки, потом мы делаем медицинские штативы для медицины. Строительную лицензию мы получили для того, что мы сами изготовляем металлоконструкции и готовим их для заказчика. Мы взяли строительную лицензию для того, чтобы мы можем сами ее устанавливать. И строить дома до третьей категории. Строительная лицензия позволяет предприятию возводить дома как частнику, так и жилье для военных. Сейчас завод – это 40 человек, которые ремонтируют автомобильную и другую технику для армии, включая секретные оборонные заказы, экскаваторы, козловые краны и прочее. Среди сотрудников есть те, кто отдал заводу полвека. За это государство отблагодарило старожилов орденом «Трудовая слава». Награды торжественно вручили перед всем коллективом. Механику Алексею Тарасенко – 79, на заводе с 26 лет. Ветеран говорит, что не бросал завод даже трудные времена. Уж слишком с ним породнился. Когда знакомишься с коллективом, когда у него, будем говорить, народ, врастаешь, то очень сложно уходить и, будем говорить, искать другое место работы. У меня получилось так, что дружный, хороший коллектив, он не только умел работать, он умел отдыхать. 90-е едва не уничтожили завод полностью, но энтузиазм и вера ветеранов в лучшее спасли его от забвения. Вместе с легендарным механиком орден получил еще один ветеран-крановщик Алексеевич, как его здесь все называют. Ему тоже 79 лет, 45 из них вот в такой кабине. Сюда же он поспешил сразу после награждения, просто засунув коробку с орденом в карман комбеза. Ветеран говорит, что никакого секрета бодрости у него нет. Живу я в обыкновенной жизни, ничего там особенного, никакие там не соблюдаю диеты. Живу спокойно. Ну так я вот с детства, я занимался спортом, двигаюсь много. Потому что я сейчас, вот видите, я на кран могу хоть 10 раз в день залезть. Нет, ну бывает как уже по возрасту болезни, но так сильно ничего не было. С молодежью на производстве пока туго. Всего 5 человек. Средняя зарплата 11 тысяч. В планах у дирекции эти показатели увеличить. На территории много арендаторов, но директор уверяет, что это только 25% бюджета завода. С некоторыми даже приходится разрывать договоры и освобождать занятые площади. Теперь они вновь нужны заводу. Сложно поверить, но когда-то в этом цеху изготавливали металлоконструкции для стартовых позиций космических ракет. Несколько позже, здесь в годы независимости изготавливали купола для знаменитого Одесского спаса Преображенского собора. И вот сейчас, спустя годы запустения, сюда вновь, пускай неторопливо, возвращается жизнь. Цех снова наполняется голосами рабочих и шумом станков. Когда-то завод работал на Байконур и делал оборудование для шахт-баллистических ракет. Пока же последний мегапроект завода – купола спаса Преображенского собора. Сейчас масштабы скромнее, но зато есть собственные инновации. Идея пришла в голову директору еще во времена службы в армии. Я созрел такой план сделать самопогрузочный, разгрузочный культ, который автомобиль подъезжает, он сам себя восстанавливает и сам себя снимает с транспортного средства. Это наши личные разработки нашего предприятия. Министерство обороны его мы прошли, показали, рассказали, они дали нам согласие. Первый пробный кунг, сейчас будет все нормально, мы его отдадим уже в инженерные войска. От элементарных замков для ящиков, стоек для капельниц и ремонта автотехники завод расширяет производство до полноценных изделий – военной кунги, сложной металлоконструкции и даже жилое строительство. Единственное опасение заводчан – частые кадровые замены в правительстве и Минобороны. Ведь здесь больше всего ценят стабильность.